Время диктует свои условия и сегодня безналичный расчет не просто дань моде, а удобство и комфортность. Имея пластиковую карточку, можно не думать о том, есть ли наличка в твоем портмоне. К этому привыкли, а с 1 января платежные терминалы уже обязательны. Не только в магазинах, крупных торговых центрах, но и в киосках, такси, парикмахерских и в объектах общественного питания, на станциях техобслуживания и заправочных станциях. Список можно продолжать достаточно долго. Снижение размеров расчетов между субъектами хозяйствования будет способствовать противодействию деятельности лжепредпринимательских структур, осуществляющих незаконные финансовые операции и неуплачивающих налоги в казну. В последнее время у нас много внимания уделяется развитию безналичного денежного оборота. В связи с чем, по основе 924-16, установлен перечень объектов, где субъекты хозяйствования обязаны установить платежные терминалы, позволяющие принимать банковские платежные карточки международных систем Visa и MasterCard и отечественной Белкарт. Так, 1 января 2016 года заканчивается срок, предоставленный для организации и индивидуальных предпринимателей по установке терминалов в объектах, расположенных в городах областного и районного подчинения. Итак, 1 января новая точка отсчета в жизни с платежными терминалами. И касается это практически всех сфер жизнедеятельности, в том числе и при реализации товаров через интернет-магазины. Кстати, в них, интернет-магазинах, платежные терминалы можно не устанавливать. Но только в том случае, когда расчет осуществляется только в безналичном порядке. И, скажем, используется система АЭС-расчет, либо интернет-экваринг. Наличный денежный оборот подвергнется особому вниманию. Это подразумевает установление на используемые, кассовые, суммирующие аппараты средств контроля налоговых органов. В настоящее время данный процесс уже осуществляется. И следующей категорией, которая должна установить средства контроля налоговых органов, являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по перевозке пассажиров автомобилями такси. Данный срок установлен 1 февраля 2016 года. До 1 июня 2016 года средства контроля налоговых органов должны будут установить субъекты хозяйственных, которые осуществляют реализацию товаров в объектах с площадью 650 метров квадратных и более. А уже до 1 сентября 2016 года еще и организации, которые осуществляют реализацию товаров, работ, услуг в объектах, расположенных в городах областного подчинения, таких как Брест, Барановичи и Пинск. Резюмируем. После 1 января 2016 года возможность платить картой должны предоставить практически все объекты областного и районного подчинения, независимо от даты основания и финансовых показателей. А с 1 июля 2017 года карты к оплате обязаны приниматься везде. Продолжение следует...